Термин «искусственный интеллект» придуман в 50-е годы прошлого столетия, и с тех пор это очень популярное направление в исследовании у разных ученых и инженеров. Практически проблема создания искусственного интеллекта находится на стыке информатики и вычислительной техники, с одной стороны, с нейрофизиологии и поведенческой когнитивной психологии, с другой стороны. Какую же цель преследовали ученые? Создание разумных аналитических систем, которые самостоятельно могут обучаться, делать прогнозы, строить гипотезы по полученным массивам данных. То есть создание умной машины, которая будет вести себя как человек, учиться, выполнять какие-то поставленные задачи на благо человечества. То есть они хотят заменить человека. Долго это оставалось мечтой, но повышением вычислительной мощности это стало реально. Сейчас нейросети выполняют важную миссию, анализируют данные в различных областях, в продажах, трейдинге и так далее и тому подобное. Водят машины, отвечают в чате поддержки, рисуют картины. И даже помогают людям выглядеть красиво с помощью различных масок в социальных сетях. В общем, отбирают хлеб у нас, у кожаных. Но не выстреливают эти самые программисты, тестировщики, девопсы себе в ногу. Ведь они программируют, тестируют, деплоят то, что может заменить их. Здравствуйте, я Антон Павленко, давай разбираться. Наливай приятную для твоего организма жидкость, усаживайся поудобнее, погружаемся в мир нейросетей. Я с нейросетями познакомился еще в университете. Когда я пришел на курс лекции, я подумал, я точно пришел на курс лекции по алгоритмам? Или это биология? Нам тогда читали генетические алгоритмы, а потом нейросети. Но все больше и больше погружая в эту область, я понимал прелесть нейросетей. И даже взял дипломную работу, которая была связана с нейросетями. Это был веб-сервис, который анализировал прошлые продажи. И прогнозировал, сколько этих продаж будет в будущем, чтобы поставлять нужный товар на склад. Веб-часть я реализовал с помощью питона или фреймворка Django. А если ты ищешь надежный хостинг для своего веб-проекта, обрати внимание на FirstVDS. Это известный хостинг-провайдер, который отличается надежностью и низкими ценами. У FirstVDS есть как готовые тарифы, так и настраиваемые конфигурации, где можно докупить ресурсы. Есть сервера повышенной надежности, отказоустойчивости. Есть сервера с большими дисками до 5000 гигабайт. По ссылке в описании тебя ждет 25% скидка на первый заказ. Переходи и ознакомься с предложениями FirstVDS. Вернемся к вопросу, сможет ли заменить искусственный интеллект нашего айтишного брата. Чтобы разобраться в этом вопросе, я расскажу тебе страшную притчу, сказку, быль. Называй это как хочешь. Главное ставь лайк и пиши комментарий под этим видео. Ну пожалуйста. Когда-то давным-давно, еще в прошлом веке, айтишные инженеры завелись в научно-исследовательских институтах. Они помогали науке, своей магией преобразовывали формулы в код, понятный вычислительным машинам. В 1970-х годах Клифф Мауэр разработал программное обеспечение, которое помогало ученым и инженерам самим считать то, что им нужно. Айтишники возмутились и стали придумывать все новые и новые программы, операционные системы, которые внедрялись на предприятия и подсаживали на айти продукты эти самые предприятия и даже государства. А как следствие размножали эту самую айти саранчу, которая пожирала все больше и больше денег. Для реализации этого самого коварного плана айтишники внедрили в предприятия своих агентов, системных администраторов, которые потихоньку подтянули своих поддельников, программистов, тестировщиков, айти менеджеров. Было много попыток остановить эту айти саранчу. Приведу несколько примеров. Компания Borlan в нулевых создала платформу под названием Delphi, чем хотела упростить работу создателей программного обеспечения. Планировала сократить их популяцию. Айтишников и программных продуктов только стало больше. Компания 1С сделала программный продукт, который был призван выгнать айтишников из расчета бухгалтерского учета, делав язык программирования для бухгалтеров. Причем сделала язык программирования на русском языке страшнотворным стинтексисом, чтобы коллеги презирали тех, кто притронется к сие творению. Но айтишники почему-то внедрили своих агентов, системных администраторов, которые отговорили бухгалтеров писать на этом языке и уговорили руководство нанять программистов. Но айти саранче это было мало. Они создали для себя новую забаву веб-сервисы и стали внедрять их потихоньку в жизнь обычных людей и в жизнь обычных маленьких и больших предприятий. Но нашлись смельчаки, которые бросили вызов этим паразитам. Они создали конструкторы сайтов, чтобы руководители предприятий и менеджеры могли сами создавать себе сайты. Но айти саранча и с этим справилась. Они начали усложнять и усложнять эти самые веб-сервисы, чтобы было кому программировать, тестировать, анализировать, проектировать и деплоить это все в продакшен. Они породили все новые и новые профессии и от них никуда не деться. Но руководители этих маленьких предприятий, которые вроде бы могут пользоваться этими конструктами сайтов, не стали этого делать. И айтишники к ним внедрили новую профессию, дизайнеры этих самых сайтов. Сейчас же искусственный интеллект сократил поддержку, сократил аналитиков и другие профессии и стал покушаться на нашего айтишного брата. Он уже стал писать несложный код, скоро доберется и до наших деплоев. Но я верю, что наш айтишный брат адаптируется и подстроится под эти обстоятельства. Да, будут потери из тех, кто сидит на месте и не развивается. Да, придется изучать все новые и новые области. Да, будет сложный процесс адаптации все новых и новых последователей. Но это процесс эволюции и мы к этому готовы. Мы подстроимся. Честно, я не верю, что искусственный интеллект заменит творческий и профессии, где нужно принимать нестандартные решения. Работа айтишника это не линейный процесс и это не только написание кода или настройка чего-либо. Тебе нужно обсудить, договориться, как-то исследовать гипотезу и принять решение, возможно даже нестандартное, которое подходит только именно в этом конкретном случае. Да, часть работы, конечно, заменит искусственный интеллект, но все равно будет нужен айтишник, который будет его обучать, принимать определенные решения, где-то дорабатывать код, который сгенерировал искусственный интеллект и так далее и тому подобное. Все равно будет нужен айтишник, который будет это тестировать, поддерживать, анализировать и так далее и тому подобное. Да и если посмотреть на развитие информационных систем, с упрощением работы айтишников меньше работы у айтишников не стало. Ее стало больше и больше стало требоваться айтишников. Увеличивается количество информационных систем и каждое предприятие, которое хочет остаться на рынке, она понимает, что нужно создавать все новые и новые программные продукты и эти продукты должны быть лучше, чем у конкурентов. Так что мой айтишный друг, работа у тебя всегда будет, главное развивайся, главное учись и не останавливайся никогда. Я в тебя верю, у тебя все получится. А ты обязательно поставь лайк этому видео и напиши приятный или не очень комментарий. Не забывай о партнере сегодняшнего выпуска First WDS. Подписывайся на канал и другие социальные сети, если есть возможность помогать каналу финансово, все ссылки будут в описании.